Быть или не быть проспекту революции пешеходным? Вот в чем вопрос. После эксперимента, проведенного властями столицы Черноземья 1 июня, когда главную магистраль центра города перекрывали чуть меньше, чем на сутки, в социальных сетях не утихают бурные споры. И вот теперь они вылились в личную встречу противоборствующих сторон. Те, кто за и кто против идеи периодического освобождения проспекта от автотранспорта, собрались на открытой веранде одного из кафе. Площадка небольшая, так что и количество участников дискуссии пришлось ограничить. Среди тех, кто пришел, оказались краеведы, историки, юристы, жители центра города, а также те, кому просто не все равно. Сторонники концепции пешеходного проспекта апеллируют к туристической привлекательности и увеличению выручки предпринимателей, ведущих бизнес на главной улице Воронежа. Эксперимент, проведенный в День защиты детей, доказал, что прогуляться по бывшей Большой Дворянской, особенно во второй половине дня и вечером, захотела масса горожан и гостей столицы Черноземья. А вот утром проспект был откровенно пуст. Теперь уже бывший мэр Вадим Кстенин тогда заявил, что если воронежцам понравится проводить здесь время без шума и автомобильных выхлопов, и если это не создаст значимых неудобств, проспект революции, возможно, станут перекрывать регулярно. Проспект революции, конечно, принадлежит и автомобилистам, и пешеходам. И тут возникает вот этот извечный вопрос – душно дует. И единственный способ как-то разрешения – договориться. Будет логично в дни, когда автомобилистов минимально, а люди выходят гулять на главную улицу, ограничивать движение. На мой взгляд, это суббота, но и делать это раз в две недели. Это принесет пользу, в первую очередь, в туристическом плане. Люди будут хотеть ехать в город, где регулярно по выходным на главной улице праздник. Мне кажется, вот те перекрытия, которые были в 2011 году на два месяца, когда делали ремонт, в 2020 году на два месяца, когда делали ремонт, и вот последний 1 июня показали, что люди голосуют ногами, люди с удовольствием сюда идут даже при отсутствии каких-то централизованных активностей. Люди самоорганизуются, тут же появляются какие-то мобильные продавцы кофе, сладкой ваты, музыканты, какая-то движуха. И слышно, как птицы поют на проспекте «Революция». Но противники идеи пешеходного проспекта с этим категорически не согласны. Говорят, если перекрывать центральную магистраль регулярно, это обернется настоящим транспортным коллапсом. Через эту улицу ежедневно проезжают тысячи автомобилей, а также проходят более 20 маршрутов общественного транспорта. Соседняя Фридриха Энгельса просто не справится с таким потоком машин, считают активисты. Сказали свое слово и те, кто живет в центре города. Одна из них – блогер Ольга Гесс. Она жалуется, что во время массовых гуляний по проспекту ее двор 45-го дома на перпендикулярной улице 25 октября превращается в настоящую помойку. Более того, каждый раз соседям приходится сбрасываться на ремонт ворот. Вот последствия эксперимента, проведенного 1 июня. Неизвестные сломали калитку. Каждое массовое гуляние, неважно, просто это перекрытие проспекта или любое другое, у нас заканчивается двумя проблемами. Первая проблема – это то, что общественные туалеты закрываются в 7 вечера, но потребность у людей остается, поэтому у нас постоянно каждый день здесь в такие дни нет, только лужину и остатки других экспериментов и продуктов жизнедеятельности человека. И когда людям некуда просто сходить в туалет или хочется продолжить свое веселье в более уединенном месте, у нас заканчивается это тем, что у нас постоянно ломают калитку и ворота. Система забирания выламывается полностью. Напомню, 1 июня, в день эксперимента, на проспекте Революции работали волонтеры, проводившие опрос гуляющих воронежцев. Тогда абсолютное большинство пешеходов полностью поддержало идею ограничения движения автомобилей. Правда, тут есть одно «но». Большинство противников этой затеи принципиально не гуляли по перекрытой магистрали, а значит и в выборку не попали. Так что доверять итогам опроса можно весьма условно. Как бы там ни было, окончательного решения, делать ли проспект Революции пешеходным, хотя бы иногда, власти еще не приняли.